Ты, Сэм, салют, добро пожаловать на HipCode И мы с тобой, как всегда, знакомимся и разбираемся в HipHop Stuff И на сегодняшний день у нас Трэви Скотт и его Stop Trying To Be God Забегая вперед, скажу, что это будет мой первый декодинг, в котором я заранее не прописывал сценарий Что? Все дело в том, что этот клип, эта история построена на библейских мотивах И с ними я довольно-таки подробно И вообще, лучше всего декодинг на этот клип тебе сделает раввин, даже муфти, или пастор, или священник, или батья Потому что это все библейские истории Йоу, ну почему тогда Сэм-то не записал, не выложил это ранее? И тут самое интересное Пришло время меня, или мне, как там по-русски, попросить твоей помощи Чтобы этот став, эти декодинги выходили чаще И чаще, и какое там слово синоним? Чаще и быстрее В ссылке будет описание В описании будет ссылка на Patreon И ты можешь help me to help you to help her И вместе мы можем создать одну большую сеть взаимопомощи Окей, давай начнем В самом начале Имя режиссера Дэйв Мейерс И это я, кстати, загуглил и он, если не ошибаюсь Был автором, но режиссером клипа Хендри Каламара Humble, да, Humble, не Element У Element был голландский парень Да, он был режиссером клипа Хендри Каламара Humble И в самом начале мы видим стадо овец И забегая чуть-чуть вперед Затем придет, мы увидим Трэвиса Скотта И это, конечно же, первая, самая популярная параллельная Библия О том, что Христос пастырь мой И это его овцы, которые идут за ним Тут все довольно очевидно Окей, в самом начале мы видим Что эта овца, черная овца Среди белых Она одушитва Одухотворена Да, она одухотворена И она обращается, говоря о том Что перестань стараться быть Богом Это не то, кем ты являешься И вначале мы не можем понять Это обращение к кому-то Или же это обращение к самому себе Но в конце мы поймем Поэтому, хотя ты всегда смотришь до конца В самом начале Трэвис Скотт Рассказывает о своей жизни О жизни человека, у которого есть все И он рассказывает с точки зрения человека Который устал Он говорил там То ли о тачке Или еще о чем-то Не вспомнил точно Но он говорит О своей жизни, в которой у него есть все И говорит о том, что он от нее устал И затем мы увидим кое-что интересное Он говорит Типа да, у меня есть этот став У меня есть деньги, популярность Но в жопу популярные жопу деньги Никогда не оставляй своих людей И теперь мы видим, как звезда Или как огонь с неба Падает и сжигает Трэвиса Скотта Но до этого Трэвис Скотт был в окружении людей Которые чилили и была темная атмосфера По-моему, это отсылка на Откровение И мы видим представление Мэйерса или Трэвиса Скотта О конце света И даже в Откровении есть стих О том, что Господь сниз пошлет с небес звезду Которая поразит все Здесь это будет написано И тут мы видим то, что Не знаю, откуда они это взяли Но мы видим его жену Которая успокаивает его После этого разрушительного огня И она в области, очевидно, какого-то божества Или какой-то богини Сейчас, вероятнее всего Самая вероятная версия, по моему мнению Мы увидели конец света Мы увидели Армагеддон Даже пост-Армагеддон Сказано, что Антихрист придет на Землю Будет война Не одному кажется, будто бы Этой танцующей девушке Это Ники Минаж И тут двоякая штука Мы видим Бога в образе Тревиса Скотта Который обращается к Тревису Скотту И говорит ему о том, чтобы он перестал Стараться быть Богом И опять-таки К кому это обращение? К нам или к самому себе? Это двоякий бар Конечно же он говорит о том, чтобы Держаться около своих преданных людей Но также Надеюсь, ты понял о чем-то И здесь мы видим Опять-таки библейскую историю Тут, конечно же, два варианта Либо это Иисус Христос Который говорит людям В Нагорной проповеди Либо же, что мне кажется Скорее всего И судя по тому, как одет Тревис Скотт И как он обращается к людям То есть до этого мы видели Как Бог говорит Тревису Скотту Тревис Скотт одет в робу И мы видим, как он обращается теперь к людям Вероятнее всего Это отсылка на Моисея Моисей имел непосредственный контакт с Богом На горе Сион На горе Сион Он получил закон от Бога И он был ретранслятором их для людей Но люди, дети Израила Они были непокорные Они все время делали все, что им вздумается И однажды Моисей сильно разозлился И вместо того, чтобы, как сказал ему Бог Прикоснуться палкой до скалы Чтобы она отдала воду Он ударил от злости по скале И Бог за это не пустил Моисея В обетованную землю Держа в голове о том, что здесь мотив Перестань думать, что ты Бог Мы, скорее всего, делаем вывод Что это действительно образ Моисея Который в этот момент, когда ударил Подумал, что он Бог И он может злиться Хотя на самом деле он всего лишь Слуга Бога На самом деле это самая дикая дища Которая есть в этом клипе Он в этих дурацких нелепых очках Эти дреды Вот это Но, конечно же, это история Об Иоанне Крестителе Тоже это из Библии И мы видим, как Мистер Трэвис Котт крестит людей И как только они крестятся Они начинают угорать по какой-то теме То есть все эти образы Они показывают человека Который имеет какую-то платформу Достиг какой-то ниши И он может влиять на людей И в этом моменте Он теряет голову И думает, что он Бог Но мотив ему говорит Не думай Перестань стараться быть Богом Потому что ты на самом деле Не Бог Это на самом деле Сифен самый неоднозначный Мы видим Трэвиса Скотта Который явно выседает на зверя А зверь это Один из образов дьявола Который используется в книге откровений Но я лично не могу вспомнить Такого момента из Библии Когда звери идет по миру И разрушает его Субтитры сделал DimaTorzok Окей, Богу это не нравится И он решает Наконец-таки Прекратить весь этот балаган Обрати внимание Что с самого начала Даже в самом первом кадре Мы видели в облаках Проем в небеса Вот такая небольшая дырка была То есть с самого начала Говорит там Трэвис Скотт и Дейт Майерс Бог видит то, что происходит И Библия это и есть О том, что ничто не будет скрыто От глаз Бога И Трэвис показывает нам Что в итоге Как бы долго ты не преуспевал В своем, я не знаю В своем эгоизме В своем самомнении Все равно Божья кара тебя настигнет Поэтому перестань думать Что ты Бог В Библии даже есть история Одного царя Который добился очень много побед И в момент, когда его спросили Как он это сделал Вместо того, чтобы поблагодарить Бога Он сказал, что это я сделал все сам И сразу же ангел спустился И превратил его в гной И в гнире и так далее И тому подобное То есть это притча о том Чтобы не возгордиться Нет, это не про Kanye West И тут мистер Это же Джеймс Блейк Поет о том, что комплекс святого То, что тебя постоянно ограничивает То, что не дает тебе расти То есть ты был молодым Ты имел голод Ты к чему-то стремился Придумывал Потом, к которой ты слава К тебе и успех, и признание пришли Ты почувствовал силу И в этой позиции Ты перестал, наверное, пробовать сделать что-то новое Ты перестал экспериментировать Потому что ты понял то, что вот Я здесь, я святой И зачем мне двигаться Если я уже на этой позиции Зачем мне экспериментировать и рисковать То есть комплекс святого То, что тебя ограничивает И мы видим, опять-таки, как те люди Которые шли за этим лжепастыром За этим антихристом Они пришли на его похороны Потому что Господь его покарал Только что заметил В дальнем левом углу Наверху Цифры какие-то Q, 5, GR Если ты знаешь, что это значит Напиши в комментариях А мы идем дальше В конце мы видим белую овцу Опять одухотворенную Которую говорит Перестань стараться быть Богом Давай все собирать В самом начале Черная овца говорит Перестань стараться быть Богом Но на черного овца В стадии белых Затем мы видим Образы антихриста Влиятельного человека Который использует свой голос И свой эгоизм Как считает Трэвис Или как считает Всевышний В неугодных целях Затем Всевышний его карает Он умирает И он возвращается в образе Белой овцы Это, как я вижу Это интерпретация Одной из ключевых мест Библии К Иисусу приходит Богатый человек И спрашивает Иисус Как я могу достигнуть небес Иисус ему говорит Истинно, истинно Говорю тебе Если только человек Не родится свыше Не увидит Царствие Божие То есть это клип Это история о перерождении А именно о рождении свыше Как Трэвис Скотт Он обращается к самому себе Дойдя до этого низа развращения Он понимает И Рождается выше Приходит к нам в образе Белой овцы Трек классный Клип еще круче Я считаю, что Килу Карри Нужно дать Грэмми За лучшие Эдлибы в этом году Потому что Это очень круто Напиши в комментариях Что ты думаешь Об этом посыле Об этой истории Да и о треке В целом Ставь лайк этому ролику Если он тебе понравился Подписывайся на канал И не забывай Ты можешь помочь мне Клей Ссылка в описании Слушай только Живую музыку Спасибо за субтитры Алексею Дуброва